Всем привет дорогие зрители моего канала, с вами короче снова Блэкс, и сегодня мы будем делать новый, второй выпуск, шоу This Game Plus. Вы так долго этого ждали, и вот как прошел месяц, я снова его делаю, азазос, полный азазос. И сегодня мы увидим, как школьники снова пытаются сделать свой собственный ЛЛП, узнаем немного о новостях из мира игр, познакомимся с биографией Томаса, и еще много другого. Ну что же, приступаем! Ну что же, дорогие друзья, надеюсь вы готовы это увидеть, и сначала я решил передвинуть рублику в Тролля в начало, поэтому встречайте Тролля и его классификацию мобов. Погнали! Всем привет, с вами Тролль из команды Феникс Систем, и сегодня мы поговорим о таком мобе, зеленый землесос, то есть Крипер. Крипер. Зеленый, практически бесшумный моб Камикадзе. При приближении к игроку на небольшое расстояние начинает шипеть и взрывается спустя 1,5 секунды. При детонации издает звук, похожий на обычный взрыв, но мягче и короче. Не сгорает на солнце, в отличие от зомби и скелета, и не теряет активности, в отличие от паука и странника края. Внешний вид. Крипер выглядит как безрукий гуманоид с четырьмя короткими ногами, зеленой кожей и серыми пятнами, большими пустыми глазницами и ртом. По словам ночи, на ощупь Крипер хрустки, как сухие листья. Поведение. Криперы будут преследовать любого игрока в радиусе 16 блоков. Криперы не могут подниматься по лестницам, но могут плавать в воде, искать путь через различные коридоры, склоны, лабиринты и преодолевать другие сложные препятствия. Они прекращают последование, если игрок уходит на расстояние более 16 блоков от них. На расстоянии одного блока от игрока Крипер немного надувается, мигает и шипит, после чего взрывается через одну с половиной секунды. Убийство Крипера до взрыва отменяет взрыв. Также взрыва можно избежать, если выйти из радиуса поражения Крипера 3-5 блоков, в зависимости от сложности. Криперы избегают кошек и оцелотов, не приближаются к ним даже при преследовании игрока. Крипер – один из двух мобов, которых никогда не будут пытаться атаковать другие мобы. Вторым таким мобом является Гаст. Интересные факты. Крипер был неудачной попыткой ночи создать свинью. Криперов можно было использовать для уничтожения других мобов. И гриферство. Крипер взрывается лишь по своей воле. Он не сдетонирует от близкого взрыва другого Крипера или ТНТ. Возможное название происходит от английского «creepy» – взрывающий страх, леденящий душу. А также от английского «creep» – крадущийся, идущий очень тихо. За короткое время Крипер стал одним из самых любимых игроками мобов. Криперы могут быть использованы в гриферстве, но в этом случае такой подрыв чаще всего приводит к смерти самого Грифера. Заряженный Крипер использует тот же ID, что и обычный, но имеет назначение поле Powered, равное True, а не False. Криперы не могут надеть броню, в отличие от зомби и скелета. Всем пока! С вами был Тролль, и я передаю слово Блэксу. Всем привет! С вами Блэкс, и сейчас у нас на подходе Game News. Все самое интересное из мира игр, и не только. Игра Tomb Raider смогла принести прибыль издателю, несмотря на его завышенные ожидания. Несмотря на завышенные ожидания компании Square Enix и внушительные убытки в последнем финансовом году, перезагрузка Tomb Raider смогла принести компании прибыль. Как стал известно, исполнительный директор студии Crystal Dynamics заявил, что игра завоевала финансовый успех. Затраты на груди купились. Следующая новость. В журнале ошибок Grand Theft Auto 5, или просто GTA 5, найдены доказательства снова ПК-версии игры. Им уже не задолбало эти новости впихать куда угодно. То сначала, то что геймплей, который забанили, еще что-то. Они просто ищут повод, чтобы себя поразвлекать. В общем, в журнале ошибок прослечилась новая информация ПК-версии. Слитый недавно в сеть последние 150 страниц журнала ошибок, показывающие этапы развития консольных версий игры, доказывающих существование версии GTA 5 для ПК. Журнал содержит различные доказательства этого. Одно из них — это наличие поддержки DirectX 11. Из всего этого можно полагать, что ПК-версия выйдет. Вот только когда, пока не ясно. Официальное заявление по этому поводу от Rockstar Games пока не поступало. Как и за все время различных слухов. Странно, не правда ли? И последняя новость на сегодня. Разработчики Titanfall собираются организовать многопользовательский геймплей своего нового шутера на основе выделенных серверов. Как стала известность, команда Respawn Entertainment поделилась деталями касательно организации геймплея. В других играх, когда вы обычно собираете группу, далеко не все могут сразу к ней присоединиться. Вам сперва нужно решить, кто будет создавать эту группу. Затем он должен разослать всем приглашения. Все это лишний раз усложняет организацию современного геймплея, объясняет программист Джон Ширинг. Джон Ширинг. Если все эти системы находятся в облаке, можно гарантировать, что каждый сможет присоединиться к игре. Это как загрузка веб-страницы. Не нужно беспокоиться о том, загрузится ли она. Появляется некоторая определенность и надежность. Когда пытаешься поиграть с другом, больше не появляется вопрос о том, сможете ли вы присоединиться к игре. Вы просто соединяетесь и все работает. Titanfall появится на ПК, Xbox 360 и Xbox One 11 марта 2014 года. Так что ждем. Вот и все. А кто слушал, молодец. Можете отправляться к Бляксу. Только не умрите там от смеха. Лол. И всем привет, с вами Сноу Блякс. Короче, и сегодня... Слушай, ты, Блякс, ты не умеешь меня копировать вообще. Блякс, ты вообще охренел. Это мое шоу. Все, тогда я и пошел отсюда сам. Ну и правильно сделал, короче. Ну, всем привет, с вами Блякс. Это, короче, мое настоящее лицо, да. Простите, что я так одет. Я просто же на Кавказе живу, да? Я кавказский парень. Ну, если честно, не насрать на ваше мнение, поэтому не пишите ничего в комментарии. И сегодня мы будем смотреть видео, которое называется, короче, знаете как? Очень круто. Копатель, сериал, короче, первая серия. Неожиданный, короче, поворот событий. Страсти накаляются просто нефеерично, очень. Ну что же, дорогие друзья, давайте начнем это зрелище. А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Давай, давай. Ну что ж, дорогие друзья, сразу по началу видео мы узнаем, что школьники уже совсем больные и орут в самом начале своего сериала. Я понимаю, что это вторая серия, а первую я не досвоился посмотреть, потому что на меня упала овца, как эта наковальня. Но, собственно говоря, мне очень интересно было посмотреть вторую серию, тем более, где на начале люди уже орут. Это значит, что в конце будет мега эпик, и их там всех, надеются, взорвут. Вообще круто будет. Вставай, вставай! Вставай, вставай, штанишки надевай. А кто рано встает, тому овца падает. Он сбежал. А-а-а! Что-что случилось? Где я? Он сбежал. Кто сбежал? Где мы? Почему мы за решеткой? Почему вы за решеткой? Да потому что вы качелики. Кто я? Где мы? Кто вас запер? Как вы тут оказались? Видимо, у вас пропали мозги, и вы все забыли. Я думаю спросить, где ваши мозги, а не где сами вы? Сами вы, видимо, за решеткой, там же, где и качелики бегают. Он нас закрыл. Как закрыл? Он вас так же закрыл, как Зина закрыла мою ладу. И теперь на ней нельзя поездить. А главное, ее больше нельзя занизить. Избежал сам. Как? Блин, у него же ключи. Я попробую сломать это. Блин, это не сломать. Он уже сделан из мощного металла. Что ты сказал? Ладно, для начала ты пытался пробить решетку головой. Но из этого ничего не выйдет. Во-первых, у тебя уже ничего нет в голове. Ни мозгов, ни мыслей, ничего. Даже все офигенно. Во-вторых, ты говоришь, что решетка сделана из мощного железа. Что? Какое мощное железо? Вы о чем говорите? Самое мощное железо, это когти росомахи. Как там они называются? Дерево, точно, дерево. Самые мощные когти, это дерево. Подождите, мы от темы уже отъехали. Ладно, с этим просмотром видео у меня тоже мозги расплавляются. Давай подкоп сделай. Блин, не выйдет. Тут, блин, очень твердо. Там под землей камни. Мы не сможем сделать подкоп. Под землей сильные камни? Дашь, дашь, дашь. О, господи, я не могу. У тебя словесный понос, что ли? Какие сильные камни, мать вашу? Это почва, это не камни. Я уж не говорю о том, что вы играете в копатели. Вы совсем, что ли, дегенераты? Играть в копатели и снимать же в нем сериал. Это же настолько тупо, как и твердый камень под вашими ногами. Да-да. А я думаю, по сюжету они сейчас будут пытаться его прокопать. Ну попробуем. Ладно. Вот видишь, вот камни их нельзя сломать. Видишь, они не хотят ломаться. Ну вот видишь, камни нельзя сломать. Они не хотят ломаться, слушай. Нет, подожди, я не понимаю, как их нельзя сломать? Это не камни, это почва, мать вашу. Это почва, это не камни. Вы немного путаете камни. Камни, они вот серые, как мы сейчас изображаем на ваших экранах. А почва, она зеленая. И вы немного путаете почву с камнями. Я думаю, вам нужно сходить к доктору, а лучше сходить к тракматологу, взять у него молоточек и постучать себе по головушке. Может вы найдете какие-нибудь запасы мыслей? Выхода нету. Это полная безысходность. Выхода нету. Его не будет. И мозгов у вас тоже не будет. Вот, смотри. Да, все, мы выбрались. Пошли, пошли. За какой? У меня есть... Пошли, пошли, тут где-то должны быть ключи. Ребят, это, надеюсь, ключи от машины моей? А то я не знаю, куда их положили моя жена. Я надеюсь, это те самые ключи, о которых я думаю, а не о которых вы думаете. Блин, от самой тюрьмы. Она-то закрыта. Ай, блин. Ты банишь чувака во время съемки сериала? Ты что, совсем поехавший, что ли? А, да, кстати, это снимает не он, это снимает она. И она банит во время сериала. Просто такая, ой, а это ключи от нашей тюрьмы? Дай-ка я чувака забаню, он в этом сериале не участвует. Пик-пик, бан. Где же эти ключи? Я же помню, что я где-то вот здесь в шуфляде было кинула, блин. Блин, что? Куда ты их кинула? В шуфлягу? Что такое шуфляга? Куда? В какую шуфлягу? У тебя только стул, стол и стены. И почва. Ну, твердый камень, ладно. Какая шуфляга? Может быть шкаф или штаны, или фляга. Но не шуфляга же, не шуфляга. Блин, я думаю, я не умею говорить по-русски. Нет, оказывается, русские не умеют говорить по-русски. А я-то умею, а они нет. Совсем дегенераты. Какие новости, блин. Может где-то вот здесь. Блин, нет, уключай, он все забрал. Да кто он-то забрал? Вы можете объяснить, кто он? Почему серия называется Неожиданный поворот событий? Может быть, это такой же неожиданный поворот событий, Как я, например, сейчас все латаю Язик запутался, мать вашу. Я летаю и все копаю. Это смотрится, как же ваш сериал. Так же бредово И просто невыносимо. Я не понимаю, как можно это смотреть. А главное, как можно это придумать. Ладно, давайте досмотрим его до конца. Пошли, пошли посмотрим. Может мы его где-то здесь найдем. Так, пошли. Быстрее на вышку, на башню. Ну, может, ключ где-то на басне от этой, от вратов. Да, слушай, ключ от вратов где-то рядом. Или вратов, или в рот залетело офф, или капуста залетела в пшеницу. Я даже не знаю, как это можно сказать. Ключ от вратов. От каких вратов? Может быть, от тюрьмы, а не вратов? Что такое вообще вратов? Может быть, это саратов? Или капустанатов, аллах-бабахов, или басков? Я даже не знаю, что уже можно придумать. О, записка! Так, что тут здесь сейчас? Вот записка. Да где записка-то? Какая записка? Вы хоть могли бы что-нибудь придумать? Сломали, значит, какой-то фиолетовый блок. Видимо, это было стекло. И сказали, что это записка. Но это не записка, это пиписка! Так, вот тут написано. Если вы это читаете, значит, я уже убежал. Ха-ха-ха, подпись. Подпись бандит. Капец, что делать? Нееееет! Нееет! То есть, я должен говорить, да, это видео закончилось. И как мы поняли из этой пиписки, их ограбил грабитель. Ну что же, надеюсь, он забрал их деньги, машину и, наконец, ключи их забрал. И забрал их наш мамаш. Да, шутка про мамашу. Остальные пали в бою. Да, это видео было настолько крутым, что я даже голову отворачиваю от него. Ну что же, дорогие друзья, это видео переполнено актерским мастерством и многим другим. Надеюсь, оно вам понравилось. Мне нет. Поэтому, если вы хотите его полностью обосрать, а также посмотреть оригинал, ссылка в описании. Ну а с вами был я, Блякс. И помните, Аллах един. Кого ебем, того едим. Передаю слово... Кому там я передаю слово? Конечно, передаю слово Нео. Всем привет, с вами новый из команды Phoenix System. И сегодня я расскажу биографию Томаса. Имя Владимир. Фамилия Коберман. Дата его рождения 19 июня 1995 года. Томас учился до 11 класса. Ник на ютубе. Томас. Дата создания канала 18 мая 2012 года. В будущем на какую-нибудь крупную дату. Томас делает стрим. Томас питается одними чипсами. А его любимый напиток это... Пепси. Любимые игры Томаса это... GTA, Minecraft, Skyrim. Томас смотрит таких видеомейкеров как... Шустрила, Брейн, Пьюфди Пай, Тоби Геймс. И иногда смотрит своих друзей. Томас хочет добиться на ютубе 500к. Главный девиз Томаса по жизни. Отрастить бороду и все будет зашибись. Всем удачи и пока. С вами был Нео из команды Phoenix System. И это была биография лосплейщиков. Ну что же дорогие друзья. Надеюсь вам понравился этот ролик. Ну а с вами был я Блэкс. И почти весь состав команды Phoenix System. В следующем видео. То есть не видео, а выпуске. Ну оговорился мать вашу. Вот так вы. В следующем выпуске вы увидите много другого. И в следующем выпуске мы добавим новую рубрику. Которая называется Эволюция Майнкрафта. Ну а с вами был я Блэкс. И прощаюсь снова от всего лица команды Phoenix System. Участников шоу This Game+. Ну а теперь финальные титры. Все ставим лайк и оставляем комментарии. Уже пошли суперзвуки. Все. Всем удачи, всем пока. Берегите себя. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok